Вот, а теперь по поводу отношений. Значит, когда мы осуждаем партнера или говорим, типа, «Нафига мне вот это? Ой, ну чё тут какой-то вообще фиговый человек? Я такой весь тут классный, а вот это вот существо фиговое, и как будто мешает мне быть счастливым». Это на самом деле жуткий самообман, потому что система целостная, то есть партнер от нас не отделен, а он как бы тоже мы. И те изъяны, которые мы в нем замечаем, то есть единственная ситуация, при которой расставаться бы имела смысл, это когда вы видите, что партнер идеальный, идеальный, лучше этого человека быть никого не может. Почему? Потому что вы идеальный, и лучше вас никого быть не может. То есть когда вы понимаете вот это соответствие, но когда он идеальный, зачем расставаться? Мы же расстаемся, потому что думаем, что в партнере с ним что-то не так, но на самом деле это ужасный самообман. Это с нами что-то не так, а мы осуществляем перенос. С нами что-то не так, с отношениями что-то... Дело не в том, что с отношениями что-то не так, с нами что-то не так. Потому что как только вы становитесь абсолютно счастливым и довольным человеком, все вокруг это, знаешь, как вот... Знаешь, как показывают взрывы в фильмах. Взорвалось что-то, и такое кольцо идет, и оно все вот уничтожает. А тут то же самое, кольцо любви. Вот как только истинная любовь к себе возникает, вот это кольцо любви, оно преображает твой мир. Ты понимаешь, все идеально в моем мире. Нет нужды, напряжение никакое делать. Ведь это надо сказать партнеру, слушай, Вайса или Маша, давай расстаемся. Он скажет, ну почему? И начнет плакать еще что-то. То есть это колоссальное напряжение. Надо создать, чтобы расстаться. Но если есть любовь к себе, это не нужно. Вы не будете отказываться от подарка, если вы увидите, что то, что у вас есть... То есть то, что у человека есть прямо сейчас, это и так подарок. Но он это не видит, потому что истинной любви к себе нет. И дальше что? Он начинает себя обманывать. У него истинной любви к себе нет. Но он говорит, у меня истинная любовь к себе есть, но вот отношение говно. Если ты хоть где-то говно видишь, то это говно твое. Потому что если в тебе говно нет, ты не увидишь говно. Ты не можешь объективно оценить, что что-то является говном. Поэтому отношение – это потрясающий подарок. И в первую очередь это подарок, чтобы увидеть, как ты к себе относишься. Потому что как у тебя идеальные отношения с собой, у тебя тут же становятся идеальные отношения с другим человеком. Как только что-то фигово в твоих отношениях с собой, у тебя тут же фигово. Там малюсенького осуждения достаточно, и всё разрушается. Но мы это осуждение часто не замечаем. То есть на самом деле мы же осуждаем себя. Но поскольку нам это трудно признать, то мы как бы на партнёра переносим и говорим, вот у меня фиговый партнёр. Но в момент, когда вы познакомились и влюбили, этого же не было. Потому что вам природа, она даёт такой как бы аванс любви. Ты в любви думаешь, боже, это самый прекрасный человек. И ты, то, что сейчас кажется недостатками, раньше казалось достоинствами. А потом мы возвращаемся в это обычное состояние осуждения. Кто-то пришёл. Это я. Ура. Ура. Вопросы есть? Поэтому можно человека, не нужно спрашивать человека, любишь ли ты себя. Спрашивая у него, какие у тебя отношения. Ты счастлив? У тебя идеальные отношения? Твой партнёр идеальный? И всё. Он говорит, да, идеальный. Всё. Значит, человек и себя воспринимает как идеального. Понимаешь? Если мы думаем, что кто-то не ахти, то это мы не ахти. Потому что никого другого тут и нет. Привет! Привет! Я говорю, что если мы думаем, что кто-то не ахти, то это мы не ахти. Ага. Всё правильно. Да? Да, собственно. У нас просветлённая. Есть вопросы, потому что я сказал. Поэтому актёрское мастерство и вокал, это что такое? Это движение к себе идеальному. Потому что мы идеально играем, когда мы абсолютно расслаблены и любим себя. Мы идеально поём, когда мы идеально расслаблены и любим свой голос. А вот, кстати, моя девушка, которая является моим учителем по вокалу, она ещё как-то сказала классно, что мы поём, любя свой голос. То есть мы поём любовью к своему голосу. Вот когда нам удаётся вот это состояние любви в себе обнаружить, да, любви, мы всё любовью и делаем. А любви не нужно ни от чего отказываться. Любовь же это тотальное принятие. Это как бы, любовь это как бы ныряй сюда. Вот что такое любовь. Да? А отторжение это типа, мне это не надо. Вот когда мы говорим, мне это не надо, это как будто мы берём какую-то свою часть и делаем её неценной. Но думаем, что это мы партнёра дурака, убрали из своей жизни. Ничего не изменится. Появится другой такой же или хуже он будет. Потому что на новом витке эволюции жизнь сильнее хочет показать. То есть жизнь тебе всё время хочет показать, любишь ты себя или нет. Понимаешь? Всё, что жизнь делает, она тебе показывает. Любишь ты себя или нет. Не поняла, что ты себя не любишь, да? Мы тебе похуже дадим ещё. Ну, как бы ситуацию сгустим, чтобы ты получше увидела. Ты так не понимаешь, да? Так же, как фасции себя ведут, которым ты алкоголя бахнул. Они в следующий раз сильнее напряглись. Они говорят, опасность, опасность, а ты бухаешь. Вопросы? У матросов нет вопросов. Все со скорбными лицами. Какую тему разбирали? Мы разбирали тему, что вот уважаемая... Напомните, как вас зовут? Ира. Ира. Уважаемая Ира сказала, у меня всё классно, а вот партнёр говно у меня. Ну, это я утрирую, да. Я говорю, так не бывает. Если мы хоть что-то видим как говно, не воспринимаем как подарок, да? Потому что в состоянии любви всё воспринимается как подарок. Приходите на наши занятия. Приходите на наши занятия! У вас нет вопросов? Нету? Окей.